Продолжение следует... 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 Хотим удивить наших аграриев тем, что мы можем предложить даже в этот тяжелый год, скажем, кризисный, то, что у нас есть хорошие финансовые предложения. И то, что сегодня у нас фермер выращивает, наши машины не дают возможности допустить хоть одного процента потерь. То есть все, что он вырастил, он обязательно будет за кромах у фермера. А вот председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Николай Панкова больше привлекает техника отечественного производства, стремится понять, какого она уровня и что там рассказы менеджеров, характеристики, куда лучше собственные ощущения. Угнали трактор с выставки. Тут все взбунтовались. Все взбунтовались, да? Как впечатлили, Николай? Да нормально. Хороший трактор. А потом детально изучил зерноуборочный комбайн Торум российского производства и уехал в поле на Кировце проверить машину и испытать агрегат дисковые бороны. Парламентарий признается, 30 лет, как закончил марксовский сельхозтехникум. Когда был студентом, работал штурвальным. И техника тогда была совсем другая. А теперь ощущения не сравнить. Поэтому для меня было важно еще раз убедиться и получить навыки практики уже на новой технике. Это всегда совершенствует любого человека в практике. Ну а пока агрария и гости испытывали технику и изучали представленную на многочисленных стендах полезную информацию, участники основного этапа чемпионата уже приготовились к старту. Саратовскую область представляет механизатор из села Степно Энгельского района Алексей Калин. С прессой общаться отказывается. Говорит, что суеверный. А вот участники из Германии, напротив, готовы поговорить на русско-немецком. В таких равных условиях все участники чемпионата. Из вооружения российский трактор и двухкорпусный спортивный плуг. Дистанция, пара сотен метров целины и время, которое не ограничено. Организаторы соревнований отмечают, уровень, который создали в Саратовской области, очень высокий. Даже не ожидали. Первый заместитель генерального директора компании «Росагролизинг» Людмила Приданова рассказывает, что именно Николай Панков настоял на саратовской площадке. И было это в Суздале на предыдущих соревнованиях. Мы сказали, что да, это хорошо, но центральная Россия – это одна история. А на Волге еще ни разу не были. Николай Васильевич предложил провести все это в Саратовской области. Соответственно, мы изучили возможности Саратовской области с технической точки зрения, экономической привлекательности региона. Переговорили с губернатором, что да, будет помощь и поддержка. И таким образом приняли решение проводить здесь чемпионат. И он состоялся. Итог российского чемпионата по пахоте и его победитель Вадим Зарецких из республики Удмуртия получает заветный трактор и право защищать честь России на чемпионате мира, который состоится в следующем году в Великобритании. Лидером вне конкурсных соревнований среди иностранных гостей становится Джон Уиллан из Ирландии. От зарубежных участников хозяевам короткое, но эмоциональное выступление. Спасибо, Россия! И есть за что благодарить. Соревнование высоко оценила Международная пахотная организация и приняла решение провести на территории России сразу два чемпионата по пахоте – Европы и мира. А за площадку, где проведут состязания, поборется и Саратовская область. Екатерина Заграничная, Александр Питченко, Роман Шильдяев, Саратов, 24. Схватка туристов, не менее масштабные соревнования прошли в Хвалынском районе. Там в спортивно-туристский лагерь Туриада 2015 съехались со всего Поволжье победители региональных соревнований и студенты, которые обучаются по специальностям, связанных с туризмом. Всего около 700 молодых людей. На протяжении трех дней за молодежным слетом наблюдала Мария Спарнова. Кто вам сплачивает? Мы вот так обнимаемся, 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 обнимаемся. Надеваемся с ветра, накрываемся теплыми одеялами, залазим в спальнике. Погружается в погодные особенности, в походных условиях. Каждая делегация по-своему. Если ночью ветер не помет, а днем может стать серьезным испытанием. Вместо ветра палящее солнце на одной дисциплине туристического слета. Пешеходная. На скорость должны преодолеть препятствия. В общей сложности спортсмены пробегают более 10 километров. Перебеги и ориентиры. Город бегать вообще сложно было. С последних сил. Город антиклонов. Удобно подниматься, горы. На этапах не было проблем. Готово ходить чисто. Вот перегон. Петля. Очень приятная петля самая была не тяжелая, длинная. Это тот звук. Там самая высокая гора есть. Туда поднимались и с вот этой горы отбегали. Оказалось, не легче ездить по горам на велосипедах. Это новая дисциплина туриады 2015. Почти 30 километров. Главное не заблудиться в третьих полынских пейзажей. В лесу. Это так и на третьем, четвертом были. И затерлили горы. Неразвежимые трассы. То есть из-за того, что вверх именно для дыхания было тяжело или что? Ну, у нас девушка очень устала. Такая тяжелая приходилась местами. В несколько дней спортсмены из 14 регионов при Волжском федеральном округе сражаются за первое место. Дисциплины не только спортивные, но и культурные. Фотокросс, конкурс, авторские песни. Пусть это не так много в течение трех дней, но постарались организаторы насытить так программу, чтобы практически свободного времени не с того, что загрузить, как бы, бестолково, чтобы временем и свободно, а именно вот такое вот, было такое занятие, которое интересно, прежде всего, и сами, сами участники предлагают. Там какие-то конкурсы еще дополнительные. И сейчас вот сказали уже, чтобы выживести еще. В заключительный день туриада в лагерь прибывают официальные лица. В число первых полномочных представительских президентов КФО и губернаторов Саратовской области успевают посмотреть на финальные соревнования и оценить работу некоторых площадок. Их специально организовали в завершении соревнований. После знакомства со спортивной и развлекательной жизнью туриады отправляются на круглый стол, обсуждая достижения туристского лагеря в этом году. У нас за три года провели наши турриады. Количество муниципальных образований, которые провели отбор в соревнованиях, которые провели запрошенные мероприятия, и которые охватили несколько десятков тысяч людей, то количество муниципальных образований выросло в три раза за три года. Количество участников выросло в пятом раз. И теперь эти участники ждут итогов. Абсолютные лидеры Республика Татарстан. Саратовская область, которая в прошлом году оказалась вне призовых мест, в этом заняла второе место. Мария Смирнова, Олег Дрюхов, Саратов-24. Инновации в сфере туризма от команды классического университета на Туриаде высоко оценил полпредпрезидент Павлужья Михаил Бабич. Саратовский молодой ученый изобрели прибор, на основе которого можно быстро разрабатывать туристические маршруты. В объективе лазерного сканера очертание телеоператора. Еще через несколько минут прибор может создать его трехмерную модель. Специальные устройства, в России всего 20, в Туриаду привезли студенты и училы СБУ. Мы можем также сделать модель герналозного спуска, оценить какие уклоны, смотреть, как это выглядит, с какой точки зрения все это. Смотреть, спроектировать что-то новое, какие-то опоры, еще что-то. Изучают особенности ландшафта вместе с географическим обществом. При их поддержке студенты профильного факультета реализуют самые актуальные проекты. Так, например, смогли издать подробные азии о Саратовской области. Последний выпуск был в 73-м году. Это продукт творчества многих структурных подразделений нашего университета. Это географические, геологические, биологические, исторические, биологические факультеты. Полтора года мы собирали материалы, заработали специалистами разных факультетов, естественно. Свои материалы, как полевые фондовые, так и литературные источники привлекли. И еще год с лишним было затрачено на редактуру. Совместные достижения классического университета и русского географического общества ректор СГУ показывает полномочную представительству президента в Приволжском федеральном округе. Рассказывают о новых проектах. Проект называется рекреционно-туристические ресурсы Саратовской области, а возможно всего Приволжского федерального округа. Здесь очень большое поле деятельности, потому что до этого наш факультет сделал схему территориального планирования административных или муниципальных районов Саратовской области. Все 38-й район. Другими словами, планируют разработать туристические маршруты в Саратовской области, а затем приступят к восстановлению века. Правда, виртуальности. Денис Титаренко, Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов-24. Написали о войне. В Волынском районе подвели итоги конкурса школьных сочинений на тему Великой Отечественной. Дети брали интервью у родственников, работали с архивами. В итоге получились не просто сочинения, а реалистичные заметки о военных униках. Репортаж про Мамстрика. Молчанова Константин Павлович. Был награжден медалью партизану Отечественной войны первой степени. Прагмент особо выдающихся работ зачитываются сцены. В Волынском районе начинается церемония подведения итогов конкурса сочинений, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны. Наша программа посвящена подведению итогов конкурса и церевровой депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Панков Николай Васильевич. Внимание на экран. В эти дни мы подводим итоги конкурса. Мы помним, мы чтим подвиг наших предков. Это символично, что в юбилейный год 70-летия победы Великой Отечественной войны мы проводим такой конкурс. Это прежде всего вспоминание о тех сложных днях войны, которые выстроил весь наш народ. Хотелось бы рассказать большое спасибо всем по участвованию, ребятам, которые писали сочинения. Для этого они поднимали историю, вспоминали то, как это было в своих сочинениях, обращались к нашим ветеранам, говорили мы с ними. Это очень дорогого стоит. Олег Шишкин – выпускник школы поселка Возрождения Хвалынского района. Героиней его работы стала бабушка Екатерина Кичигина. В своем сочинении Олег постарался перепадать ее воспоминания о Великой Отечественной войне. Она была маленькой, собственно, в 14 лет его ее отправили, ее объявили в войну, ее отправили поработать на конверс, собирать военные торпеды, подводные, подводные, подводные лопу. И она работала по 5 часов. Ну, все, потом объявили, как это закончилось, и как она радуется. Сочинение Олег начал писать еще в шестом классе. Его мама по совместительству учитель русского языка тогда даже представить не могла, что через 5 лет работа сына станет лучшей на областном конкурсе. Я рада, что вообще всегда победа наших учеников – это большая победа для нас. Мы этому рады. Ну, так получилось, что это еще и мой сын, поэтому рады с двойным. От Шероленского района на конкурс были отобраны 22 работы. Для их оценки создали специальную независимую комиссию, которая и определила лучшие. Помимо ценных призов и грамот, победители получат возможность сделать свои сочинения достоянием общественности. На протяжении всего года их работы будут публиковать в районной газете. Роман Стрекалов, Роман Шидер, Саратов, 24. Голливудский прием. Юбилейный турнир «Касамба» Султана Ахмерова посетил известный киноактер Стивен Сидл. Звезда Голливуда открывает мероприятие уже второй раз и неизменно собирает рядом с собой толпу наклонников. В их числе оказался и наш корреспондент Ксения Херцистана. Не возмутим, как и в своих лучших фильмах. По Голливудски шутя Стивен Сикл побеждает противника. Правда, сейчас известный актер играет роль второго плана. На 10-м турнире по самбо в памяти Султана Ахмерова в центре внимания молодые спортсмены. Пытаются достигнуть уровня своего кумира. Правда, в отличие от Стивена Сигла, просто аплодисментов им недостаточно. «Передо мной цель хорошо отбороться, взять место, потому что призы очень серьезные. Передо мной задача стоит просто по постройкам». «Им всего 15, и это главное оправдание честолюбия для ребят-самбистов со всей России. Победа в турнире памяти Султана Ахмерова. Заметное событие в еще короткой, но уже многообещающей биографии». «И уже ребята сюда приезжают, понимают, что здесь не только призы, но в принципе это определенный отбор, это определенный уровень, это определенное действительно мастерство. Здесь уже не просто рядовые какие-то борцы, а ребята, которые уже безусловно представляют собой хорошую квалификацию». «Нельзя не вспомнить в этот день о человеке, который посвятил развитию спорта в Саратовской области всю жизнь, говорят его родственники и коллеги. Почти в память Султана Ахмерова приехал и известный спортивный комментатор Дмитрия Куберния». «Человек, который нас собрал здесь в данном случае, ушел из жизни 10 лет назад. Я не был с ним знаком, но вот те люди, которые продолжают его дело, которые приглашают мальчишек-самбистов, самых-самых юных из Казахстана, из больше чем 20 регионов, это замечательно, потому что это богатство страны, богатство страны люди. Я получаю огромное удовольствие, видя горящие глаза мальчишека». За всю историю турнира столько зрителей он собирает лишь второй раз. Первый такой аншлаг был в 2013 году. Возможно, потому что тогда на соревнованиях также присутствовал Стивен Сиддл. Своим присутствием привлекает молодежь к спорту. «Мне нравятся русские люди. Россия вне красного. Менравятся культуры России и сам атмосфера в этой стране». Итоги турнира пополнили саратовскую копилку медалей. Четвертый год подряд мы становимся лучшими в общем командном зачете. А вот главный приз – автомобиль Рено Сандера – отправился в Краснодарский край. Следующий турнир памяти Ахмерова будет одиннадцатым. По словам организаторов, его они постараются сделать еще более масштабным. Но как? Пока держат в секрете. Ксения Пеоктитова и Денис Шейченко, Саратов, 24. Это были все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова